Здравствуйте, с вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. Апрель подходит к концу, однако сезон дождливой непредсказуемой погоды еще не окончен. Температура воды в Днепре уже поднялась до отметки в 8 градусов, а на небольших водоемах еще выше. У большинства видов рыб начинается период преднерестового жора, что облегчит их ловлю. На этой неделе мы с вами будем ловить окуня, леща, щуку, судака и плотву, но обо всем по порядку. Температура воздуха на этой неделе будет понижаться с 21 до 14 градусов днем и от плюс 11 до плюс 7 градусов в темную пору суток. Давление ожидается пониженное, от 740 до 750 мм ртутного столба. Ветер в течение недели сменится с южного на северный и может достигать 8 метров в секунду. Перед выходом на рыбалку не забудьте заглянуть в лунный календарь. На этой неделе наш спутник продолжит свой путь к полнолунию. В это время, как было подмечено еще с Абонеевым, рыба активно ищет себе пропитание, передвигаясь по водоему чаще обычного. Хищники хватают все, что движется на своем пути, а травоядные передвигаются ближе к берегу, в места с молодой водной растительностью. Окуня в это время очень часто можно будет встретить около берега, где он зачастую охотится на малька. Эта рыба больше всего любит держаться в захламленных местах водоема, где охотится из засады. Среди основных снастей для полосатого хищника лучше всего взять спиннинговое удилище, оснащенное безинерционной катушкой, тонкой леской и небольшими блеснами, желательно серебристого оттенка. Среди рыболовов считается, что апрель – один из лучших месяцев для ловли леща. Это объясняется преднерестовым жором, который начинается у рыбы, когда температура воды превысит 7 градусов. Лещ в конце месяца часто появляется в прибрежной зоне, где активно питается. В это время выбирать стоит из поплавочной и донной снасти. Нагуляв жир, лещ отдаляется от берега и дальше дело станет задонкой. Леску лучше взять потоньше, однако крепкую, так как апрель временами приносит сюрпризы в виде довольно увесистых экземпляров. Преднерестовый жор также продолжается и у щуки. Эта хищница чаще всего держит со границ водной растительности, где ее стоит искать в первую очередь. Лучше всего ловля щуки в апреле проходит на живца, в качестве которого можно использовать небольшую плотву, густеру или уклейку. Размер наживки в этом случае не должен превышать 10 см, а заброс осуществляется в средние слои водоема. Спиннинговая ловля также приносит большие плоды, особенно если вы в качестве приманки возьмете вращающиеся блесна средней величины, желательно серебристого оттенка. Судак оживляется, когда температура воды превысит 8 градусов. Он все еще держится на достаточно большой глубине от 2 до 6 метров. Чаще всего эту рыбу можно встретить в бровках и местах с корягами, где течение в реке замедляется. В апреле судак все еще соблюдает предельную осторожность, поэтому лучше всего взять плетеную леску диаметром до 0,18 мм. Плотву можно будет найти практически по всей площади водоема. Она все еще активно питается, держась на глубине не более 2 метров. В конце месяца можно обойтись и без прикормки, но ее использование помогает задержать рыбу на месте ловли. В состав прикормки рекомендуется добавить предполагаемую насадку, в качестве которой обычно используют червя, мотыля или опарыша. Подведем итог. Погода все такая же непредсказуемая. Однако температура воды, которая уже достигла отметки 8 градусов, и растущая луна создадут отличные условия для результативной рыбалки. Окуня ловим на спиннинг, на небольшие блесна. Леща на поплавок или донку, в зависимости от того, как далеко от берега находится рыба. Щуку можно найти на границах водной растительности. Ловим на живца или вращающиеся блесна. Судака ловим на твистеры и виброхвосты. Плотву на поплавочную удочку. На опарыша, мотыля или червя. Мы желаем вам хорошо провести время на рыбалке. Не забывайте о нормах вылова. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин